Посмотрим, что из этого выйдет. Объяснение заняло у меня буквально две минуты. Надеюсь, что так же быстро и удастся это все провернуть. Здесь наши полномочия все. Большие проблемы. В целом показал процессы внутри. Гайки уже в процессе изготовления. На фрезерном станке сейчас нарезают шлицы под ключ, скажем так. И вот хотел показать один нюанс специально для тех, кто спрашивает, когда же уже можно забрать. Вы что, неужели вы не можете спрогнозировать, когда можно будет вызывать машину на доставку? Вот сейчас вы все увидите. Вот, смотрите. Зажал токарь заготовку. И то ли не дотянул, то ли еще что-то. Ее провернуло, и фреза начала выгрызать. Вовремя успели вот остановить. О, какой поворот! Хотя я видел эти тиски, в которые там зажималось, ну, как бы вопросов к ним вообще никаких нет. Ну, надо понимать, что это производство, а не гастрономы, где лежат готовые товары. И даже в самый последний момент может произойти все, что угодно. Поэтому я не думаю, что имеет смысл заказывать транспорт до тех пор, пока не будет полностью изготовлена деталь. Ребята, знаете, чем мы сейчас занимаемся? Расширяем посадочное отверстие под колонну, потому что, когда гайка нижняя болталась, она снизу набила ступеньку. И теперь наши оправки, которые вот были изготовлены, которые повторяют контур гайки и позволяют точно приварить недостающие сегменты, чтобы обеспечить внутренний диаметр, как и был раньше, да, одинаковый, точность посадки. Они у нас не встают сейчас туда. Вот, поэтому сейчас пробуем заполировать и вставить неожиданный затык на ровном месте. Ну, в общем, вот так вот засадили. У нас она, получается, перекрывает рез. Соответственно, сейчас сначала приварим, прихватим верхний кусочек. Потом мы перейдем к нижнему. Вот он наш кусочек, который сейчас вывариваем. Он у нас целиком заподлицо. Сейчас изнутри снимаю для вас. Снаружи уже прихватили, сейчас будем обваривать. Дистанционные проставки нового образца. В 2020 году строили из говна и палок. Сейчас палки закончились. Идеальность зазора. Сейчас заплавили внутри реза тонким электродом троечкой. Поверху уже будем сейчас четверкой проходить. Ей быстрее и надежнее получится шов. Вот такая вот красота получилась. Вот сейчас все это дело зачищаем дополнительно. И все готово. И будем выбивать внутреннюю болванку. Вот она у нас торчит. Надеюсь, не приварили нам ее. Кошечка варит. Изнутри наша сборка выглядит вот таким вот образом. Не совсем надежно, да, скажем. Ну, там мы проваривать не будем. Просто по той причине, что нам нужно выдержать внутренние размеры. Но на самом деле снаружи все очень плотно обварено. Паска снята. Миллиметров на 20 с глубиной все проварено. Все готово. К монтажу колонны. Ребят, ну все вроде приварили, но не могу я так оставить. Вот, казалось бы, все, красота. Ну, со временем все это поржавеет. Поэтому решил вооружиться вот такой баночкой краски. Она серенькая. Понятно, что не фирменный конегисеровский цвет. Но нам сейчас не до красоты. Самое главное, что не будет коррозии. История продолжается. За моей спиной сейчас находится пресс. Колонну привезли. Сейчас все покажу. Начинаем обратную сборку. Сегодня у нас стоит задача опустить колонну со второго этажа. Также завести ее через верхнюю плиту, через нижнюю. Зафиксировать. Потом поднять пресс из транспортного положения уже в рабочее положение. И затянуть нижнюю и верхнюю гайку. Да, ребят, еще вот хочу показать. Вот она у нас новая резьба. Но это вы уже все видели. Вот такие вот гайки, значит, изготовили. Уже здесь просверлили резьбу. Нарезали, сделали вот такие вот гужоны для фиксации, чтобы она у нас не проворачивалась. Закрутим максимально. Выкрутим гужончик. Потом засверлимся в тело колонны и вкрутим его уже в тело. Чтобы он у нас не позволял гайке выкручиваться. Вот одна гаечка, вот вторая. Вот такая красота. Вот такая вечеринка, вот такая красота. Так, ребят, ну по поводу гужонов, хотел сказать. Сейчас Мишанин делает заход у гужона, который фиксирует. Вот, мы ее закрутим и попадем четко в старое отверстие. То есть будем закручивать гайку до тех пор, пока через отверстие в гайке не увидим отверстие в колонне. И потом туда закручиваем до упора наш гужон. Сейчас сначала зафиксируем верхнюю гайку на колонне, потому что пока колонна внизу, это сейчас очень удобно сделать. Так что и после этого уже будем ее поднимать в верхнее положение. Ну все, колонну первоначально прицелились. Сейчас будем подтягивать сверху и снизу помогать ломикам. Один приподнимает снизу, второй быстро разгоняет сверху гайку. Ну вот так сейчас все это выглядит. Сейчас будем перекручивать на более короткую шпильку, потому что у нас уперлась длинная в сушильный барабан. Вот так вот все это выглядит. Вот осталось буквально небольшой кусочек, и она у нас упрется. Поэтому сейчас выкручиваем эту шпильку, колонну фиксируем, закручиваем более короткую. Я носом фокус делаю. Итак, фокус, макус. Это следующий уровень эволюции. Сначала ты разблокируешь телефон, потом ты звонишь носом. А третья ступень это уже просто топчик. Когда ты в процессе съемки носом нажимаешь. Вышел на приколе. Операция повторяется. Теперь у нас короткая шпилька закончилась. Вот так мы опустили ее почти, даже больше метра, наверное. Сейчас, соответственно, опять ее устанавливаем на брусок. Сейчас Виша опустит. Она встанет жестко на него. Да, это жестко. И опять перекручиваем шпильку. То есть вот приготовили уже длинную, я полез. На колонии пресса все отверстия про любовь. Наступил 6329-й день нашей телестройки. Мы навели небольшой порядок. Сейчас кладем корыцы. Потому что здесь сырое, и тряпки быстро намокают. Поэтому мы сначала кладем корыцы, потом туда тряпки. Вот она наша колонна. Ну вот сейчас будем пробовать попасть дужоном именно в это отверстие. Если не получится, засверлим новое. Мишаня и его любимый инструмент. Его карманный ключ. Вот это мой размерчик. Не смог я сейчас заснять, как мы затягивали нижнюю гайку. Это было очень эпично, больно и тяжело. Потому что ключ вставляется только в одном положении. Под прессом. Да. Вот. Ключ довольно тяжелый. Да, и он быстро упирается у нас вот в эту вот опору. Соответственно, крутим по, наверное, 1,4 оборота. Сейчас засверливаемся. Не засверливаемся. Как не засверливаемся? Что так засверливаемся? Нет, Костя. Мы закрутили даже дальше? Да. Но он зайдет, все равно зайдет. Ну. Я думаю, что он зайдет. Не попадаем мы немножко с этим. Чуть-чуть не хватает, миллиметрика не хватает для того, чтобы закрутить гужон. Поэтому сейчас дремелем уберем краешек плиты. И думаю, что он зайдет. Также посадим его на фиксатор резьбы. Я думаю, что он уже никогда не открутится. И никаких паразитных люфтов при работе колонны не будет. И, соответственно, резьбу на колонне уже нарезать, надеюсь, что никогда не придется. Это выглядит со стороны, как будто ты сварочный шов пытаешься разделать, чтобы обратно все это разобрать. Давай не будем. Другое дело. Сейчас засверливаем глухое отверстие в колонне. Для того, чтобы закрутить уже туда гужон, чтобы он никуда не девался. Обточил вот такую вот красоту. Сейчас будем фиксировать. Сейчас будем пробовать поднимать. С помощью гидроцилиндра будем поднимать верхнюю плиту. И фиксировать ее в нижнем положении. Еще чуть. Стоп. На месте. Готово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...